Бананоеды считались давно вымершими ящерицами. Они были открыты повторно 20 лет назад на острове Новоакаледония рядом с Австралией. Сейчас эти гекконы радуют коллекции многих террориумистов по всему миру, а вывоз животных с их родных островов теперь запрещен. Достаточно интересный внешний вид придают им реснички над глазами, за что он и назван ресничатым. А банноед, он называется из-за того, что частично питается растительностью, то есть сладкими фруктами, в том числе и бананами. Бананоеды ведут преимущественно ночной образ жизни. Они очень активные и непоседливые. С удовольствием прыгают по веткам и с любопытством относятся к человеку. Хорошей особенностью этого геккона является то, что он достаточно хорошо относится к рукам. Они достаточно ручные. Пока они молодые, их надо пореже брать в руки, чтобы они не получали лишний стресс. Когда они израстаются, они достаточно спокойно относятся к рукам. Они не воспринимают руки как агрессию, то есть достаточно спокойно по ним лазают, как по веточкам дерева. Большие и выразительные глаза – их главный помощник во время ночной охоты. Эволюция увеличила их настолько, что они перестали закрываться. Для защиты у гекконов появилась специальная пленка, поэтому любую пыль и грязь они могут убрать с глаза языком. Основной корм у таких ящериц – это среднего размера насекомые. В природе это всевозможные насекомые, членистоногие, мелкие позвоночные, например, мелкие грызуны, другие ящерицы. В неволе все-таки это разводные насекомые кормовые, такие как сверчки, тараканы, личинки жуков. Можно давать мелкую саранчу, мелких мышей. Благодаря ламелам, микроскопическим ресничкам на лавках, гекконы могут лазать по вертикальным и гладким поверхностям. Его можно посадить, и он спокойно держится на стекле. Хвост бананаедов служит им пятой лапой. Он позволяет им удерживать равновесие и карабкаться по деревьям. Большинство ящериц, когда отбрасывают хвост, со временем, в течение нескольких месяцев, он у них отрастает. Эти же гекконы такой способностью не обладают. И когда у них хвост отваливается, то есть он у них больше не отрастает. Для этих гекконов лучше выбрать террариум вертикального типа, который можно будет оборудовать ветками или корягами. В качестве укрытия поставить дупло. Комфортная температура для бананаеда 26-28 градусов. В точке прогрева до 30. В качестве грунта можно использовать кокосовый субстрат или мох сфагнум. Размер грунта должен быть большим, чтобы питомец не смог случайно его проглотить. Эти гекконы достаточно хорошо содержатся в неволе, очень хорошо живут, размножаются при должном содержании, при предоставлении им всем условий. Такие ящерицы могут в неволе прожить от 15 до 20 лет. Но эти данные не совсем объективны по той причине, что их не так давно стали содержать. То есть чем дольше они сейчас будут находиться в культуре, тем точнее будут данные. Бананаеды никого не оставят равнодушными. Одним нравятся их огромные глаза, обрамленные ресничками. Другим их яркая окраска и активный образ жизни. Каждый найдет в этом животном что-то интересное для себя. Каждый найдет в этом животном что-то интересное для себя.